Подарок ко дню науки в виде нейротренажеров от ректора Казанского федерального университета Линара Сафина получил детский сад КФУ «Мы вместе». Это специализированное учреждение для детей с расстройствами аутического спектра. Основа роста, развития и обучения начинается с сенсорного и моторного взаимодействия с миром. Это происходит успешнее в условиях целенаправленной деятельности – рисование, лепки, аппликации и другие. Сенсорная стимуляция и обратная связь управляют мозгом, и наоборот, моторная система управляет сенсорной стимуляцией. Одно без другого невозможно. Это лежит в основе упражнений на нейротренажерах. Комплекс упражнений использует баланс и физическое движение для интеграции систем слухового, визуального, двигательного планирования, тактильного баланса, позиционирования тела и нейробиоуправления, чтобы усилить нейротрансмиссию и фактически откаблировать функции мозга. Развитие межполушарных связей – основа для развития интеллекта. Именно для развития и создания новых нейронных связей была придумана межполушарная доска. Правое полушарие специализируется на эмоциях, пространственной ориентации, творчестве, музыкальности, информации, которая выражается в образах и символах, то есть получаемой через органы чувств. Далее по нейронным связям информация должна передаться в левое полушарие, которое специализируется на функции речи. Левое полушарие также отвечает за способность к чтению и письму, языкам, запоминанию фактов, логическому мышлению, способности к преодолению различных испытаний. Занятие на межполушарной доске способствует созданию новых нейронных связей и синхронизации работы двух полушарий, повышению концентрации внимания, развитию произвольности, повышению скорости чтения и письма, усидчивости, зрительно-моторной координации, развитию образного и креативного мышления. Кроме того, тренируются мышцы запястья, руки и развивается мелкая моторика. Детская нервная система в момент такой игры получает дополнительные стимулы от рецепторов всех чувств. За счет использования современных нейродвигательных коррекционных упражнений можно легко корректировать слабую двигательную координацию и нарушение ритма, темпа речи. Эти задания помогают улучшить мелкую и крупную моторику, ловкость кистей, развивать способность к выполнению симметричных и асимметричных движений, укреплять вестибулярный аппарат, развивать подвижность плечевого пояса, а также снимать стресс и напряжение и предотвращать нарушения, связанные с восприятием пространства и времени, ну и самое главное, с их помощью можно корректировать нарушение речи. Использование нейротренажеров является важным условием в работе с детьми с расстройствами аутического спектра для их успешного обучения, социализации и гармоничного развития, при этом способствуя развитию мозга, психики ребенка, укреплению нервной системы и тонуса организма. Алина Красильникова, Хафиз Гараев, Универ Ньюс.